Когда в декабре 2004 года Юго-Восточную Азию накрыла волна гигантского цунами, ученые обратили внимание на странный факт. Среди тысяч погибших почти не было диких животных. Слоны покинули побережье за несколько часов до удара. Олени и буйволы сбежали вглубь острова. Птицы перестали петь, а собаки отказывались выходить на улицу. В зоопарке города Порт в Шри-Ланке слоны внезапно начали бежать к холмам, вырываясь из загонов. Никто не понимал почему. Лишь позже стало ясно – животные почуяли бедствие. Некоторые специалисты считают, что они уловили сейсмические колебания, недоступные человеческому уху, или почувствовали изменения в магнитном поле Земли. Это стало серьезным поводом для научного изучения поведения животных перед катастрофами. И чем дальше, тем больше таких случаев появлялось по всему миру. Что общего между всем этим поведением и штормом в Теннессе, зафиксированным ровно через 5 лет? В 2014 году группа орнитологов из Университета Калифорнии обнаружила аномальное поведение певчих птиц перед торнадо. Стая, оборудованная GPS-датчиками, внезапно изменила направление миграции, улетев на сотни миль от привычного маршрута. Спустя день по территории, которую они покинули, прошел разрушительный торнадо. Удивительно, но птицы заранее ушли с его пути. Ученые предполагают, что они воспринимают инфразвуковые колебания, низкочастотные сигналы, которые предшествуют формированию смерча. Эти сигналы проходят через атмосферу за много часов до реального шторма. Человеческое ухо не улавливает такие частоты, а птицы могут. Это дает им фору и шанс выжить. С тех пор подобные случаи отслеживаются внимательнее, ведь птицы могут предупреждать о катастрофах раньше любых систем метеопрогноза. Но даже на фоне этого открытие морских биологов из Майами вызывает еще больше удивления. Перед ураганом Харви, обрушившимся на Техас, в августе 2017 года ученые наблюдали странную активность морской фауны. Группы акул, оборудованных трекерами, начали уходить на глубину задолго до приближения шторма. Их поведение фиксировалось спутниками, и это было не совпадение. Специалисты объясняют это тем, что рыбы чувствуют изменения в барометрическом давлении. При понижении давления вода становится менее плотной, и многие виды, особенно акулы и тунцы, уходят глубже, где условия стабильнее. Такое поведение дает им возможность избежать травм и дезориентации. Эти данные теперь используются в экспериментальных моделях морских прогнозов. Поведение рыб стало своего рода подводным предвестником надвигающейся непогоды. Это напоминает, даже в самой тихой воде начинается движение задолго до шторма. Именно в такие моменты крошечные существа на суше начинают вести себя не менее странно. На первый взгляд, обычные насекомые. Но муравьи оказались более чувствительными к погодным переменам, чем можно было представить. В 2013 году немецкие ученые провели серию наблюдений за колониями муравьев в природных условиях. Они установили, что насекомые меняют активность в зависимости от атмосферного давления. При приближении дождя или грозы муравьи резко прекращают наружную активность, уходят вглубь и закрывают входы в муравейники. Эти действия происходили за несколько часов до появления туч. Более того, когда ученые моделировали погодные изменения в лаборатории, реакция была такой же. Это позволило предположить, что муравьи могут быть живыми сенсорами, реагирующими на изменения влажности, давления и даже электрических полей. Одна из гипотез – наличие чувствительных рецепторов, которые улавливают микроскопические изменения в окружающей среде. А что, если громкая реакция природы доносится до нас не только через поведение, но и через звуки? Летними вечерами в сельской местности громкое кваканье лягушек – не просто фоновый шум. Ученые из Бразилии заметили, что интенсивность звукового поведения этих земноводных резко увеличивается перед дождем. Более того, определенные виды начинают петь исключительно за несколько часов до осадков. Исследования подтвердили – это связано с изменениями влажности и температуры воздуха. Лягушки, благодаря чувствительной коже, способны ощущать малейшие колебания. Но есть и другие аспекты. Некоторые виды становятся активнее перед дождем, потому что это идеальное время для размножения. Влага способствует выживанию икры. Таким образом, их инстинкты тесно связаны с погодными циклами. Полевые наблюдения показали, что в 8 из 10 случаев активное кваканье предшествует дождю. Это открытие получило практическое применение. Местные жители в Южной Америке используют поведение лягушек как природный барометр. Но еще более точные сигналы поступают от животных, которых мы привыкли считать медлительными и неприметными. Фермеры давно утверждали, что если коровы ложатся на траву, то значит скоро будет дождь. Долгое время это считалось всего лишь народной приметой, но британские ученые из Бристольского университета решили проверить это наблюдение. В течение трех лет они фиксировали поведение скота в разных погодных условиях. Оказалось, что при понижении атмосферного давления и повышении влажности коровы действительно предпочитают лежать. Одна из гипотез заключается в том, что животные таким образом пытаются сохранить участок сухой травы под собой. Кроме того, снижение давления влияет на суставы, вызывая дискомфорт. Коровы ложатся, чтобы снизить нагрузку. Эти наблюдения были особенно очевидны перед теплыми ливнями и грозами. Результаты исследования подтвердили, что коровы могут быть живыми индикаторами изменения погоды. Не технологии, не спутники, а животное, стоящее на лугу, способно предсказать дождь, точнее прогнозов приложения. И хотя коровы чувствуют влагу, совсем иное предчувствие демонстрируют существа, живущие под землей. В провинции Наннин на юге Китая сотрудники местного сейсмологического центра давно используют необычный способ наблюдения за активностью земной коры. Следят за змеями. На фермах установлены камеры, фиксирующие поведение рептилий. В январе 2007 года камеры зафиксировали массовое выползание змей из своих убежищ. За несколько дней до землетрясения в регионе. Эти холоднокровные животные крайне чувствительны к вибрациям и температурным сдвигам под землей. Ученые считают, что змеи ощущают микросейсмическую активность задолго до того, как ее зафиксируют приборы. Некоторые особи пытались покинуть свои террариумы, игнорируя холод на поверхности. Это поведение стало важным сигналом и позволило вовремя предупредить местные службы. Исследования в Японии и Италии также подтвердили. Змеи могут служить живыми датчиками тектонической активности. Но бывает, что тревога начинается в самых крошечных организмах. Тех, чья жизнь напрямую зависит от воздуха и ветра. Когда в небе сгущаются тучи, внимание биологов все чаще приковано к ульям. Пчелы и другие насекомые демонстрируют удивительную чувствительность к надвигающимся грозам. Канадские ученые из Университета Соскач-Ивана провели серию наблюдений за пчелами в условиях приближающейся непогоды. Они зафиксировали, что за несколько часов до грозовой активности насекомые прекращают сбор нектара и возвращаются в улей. При этом активность резко падает на десятки процентов. Причина – изменение электрического поля в атмосфере и резкое снижение ультрафиолета, которое чувствуют пчелы. Это помогает им заранее понять, что условия для полета станут опасными. Жуки и мотыльки ведут себя схожим образом, а в некоторых регионах отмечено исчезновение насекомых с открытых участков за сутки до урагана. Такое поведение стало полезным индикатором для аграриев, ориентирующихся на активность опылителей в своей работе. Однако бывают случаи, когда предчувствие проявляется не в бегстве, а в тревожной нервозности. Многие владельцы собак замечали, перед грозой или ураганом их питомцы становятся беспокойными, прячутся, воют или царапают двери. Эти наблюдения давно привлекли внимание ученых. Ветеринары из Японии и Соединенных Штатов собрали данные по поведению домашних животных перед штормами. Исследования показали, что собаки действительно реагируют на понижение давления и изменение электрического фона в воздухе. У них начинается беспокойство, учащается сердцебиение, повышается тревожность. Особенно чувствительными оказались породы с острым слухом и тонким обонянием. Более того, реакция животных начиналась за несколько часов до появления первых признаков шторма. Некоторые собаки пытались предупредить хозяев, подавая сигналы лаем и навязчивым поведением. Эти данные используются в ветеринарной практике для помощи животным в периоды нестабильной погоды. Ветер – один из ключевых факторов, влияющих на поведение летучих мышей. Ученые из Университета Тель-Авива провели масштабное исследование поведения колоний в Израиле. Они установили, что за сутки до сильного ветра или пылевых бурь летучие мыши полностью прекращают ночную активность. Обычно активные и подвижные в темное время суток, они вдруг остаются в укрытии, не покидая пещер. Датчики, установленные в гнездовых зонах, фиксировали резкое снижение полетов за несколько часов до начала метеоаномалий. По мнению исследователей, эти животные обладают способностью воспринимать изменения воздушного давления и акустические волны, которые предвещают усиление ветра. Также изучалось поведение в условиях резкой смены температур. При похолодании летучие мыши переходят в режим энергосбережения заранее. Эти наблюдения используются при планировании сохранения экосистем и мониторинге погодных угроз в труднодоступных регионах. Но даже высоко в небе есть существа, которые улавливают то, что еще не доступно ни одному прибору. Прибрежные птицы, такие как пеликаны, фрегаты и альбатросы, являются одними из самых чувствительных индикаторов погодных изменений над океанами. Исследования орнитологов на Галапагосских островах показали, что пеликаны начинают резко менять высоту полета и направление движения за день до приближения тропических штормов. В 2000-х, в 2012 году во время наблюдений в Тихом океане было зафиксировано, что пеликаны покинули привычные зоны гнездования за 36 часов до начала шторма, который позже перерос в циклон. Ученые предполагают, что эти птицы воспринимают инфразвук и изменение плотности воздуха, а также направление воздушных потоков, позволяющее им предсказывать ухудшение погодных условий. Такое поведение стало важным элементом для экологов и навигаторов, отслеживающих миграции и погодные риски. Особенно в регионах, где технология не может быстро среагировать, пеликаны стали живыми метеостанциями. На первый взгляд, домашняя птица далекая от природной интуиции. Но наблюдения за поведением кур перед землетрясениями поставили ученых в тупик. В 2008 и 2016 году фермеры во Франции и Индии сообщали о странной активности своих птиц за несколько минут до подземных толчков. Куры начинали беспорядочно метаться, издавали тревожные звуки, а некоторые даже переставали нестись за сутки до события. Ученые решили изучить феномен и установили, что птицы обладают высокой чувствительностью к низкочастотным вибрациям. Эти микросейсмические сигналы проходят по земле задолго до основного удара, и куры реагируют на них раньше любых сейсмографов. Эксперименты с измерением пульса и поведения показали, даже слабое колебание почвы вызывает у птиц стресс. Некоторые исследовательские станции в Японии теперь включают домашних животных в список природных индикаторов. Все чаще куры оказываются неожиданно полезным сигналом надвигающейся опасности. Именно это вдохновило международные команды на создание чего-то по-настоящему масштабного и точного. Проект Icarus, запущенный при поддержке Европейского космического агентства и института Макса Планка, использует спутники для отслеживания поведения животных по всему миру. Идея проста. Если живые существа реагируют на изменения в природе, то их движение можно использовать как раннее предупреждение. На диких животных устанавливаются миниатюрные датчики, которые передают информацию о местоположении, активности, температуре тела и внешней среде. Система анализирует данные в реальном времени. В 2019 году движение стаи летучих мышей в Южной Америке помогло зафиксировать резкое изменение климатических условий за несколько часов до шторма. В Восточной Африке изменения маршрутов слонов совпали с сейсмической активностью. Эти наблюдения начали интегрировать в систему раннего оповещения. Таким образом, животные становятся не просто свидетелями природных перемен, а частью глобальной сети мониторинга, точной, быстрой и независимой от человеческих ограничений. И это приводит нас к неожиданному, но все более очевидному выводу, который наука уже не может игнорировать. Наблюдая за поведением животных в самых разных уголках планеты, ученые все чаще приходят к выводу. Природа создает сенсоры, превосходящие по точности самые продвинутые приборы. От муравьев до слонов, от пчел до змей. Каждое существо улавливает свои сигналы. Микровибрации, электромагнитные поля, давление, звук, свет. Эти сигналы для нас незаметны, но для животных — часть привычной картины мира. Они не делают прогнозы, они просто чувствуют. И в этом их сила. Современная наука только начала понимать масштаб этих явлений. Все больше лабораторий по всему миру интегрируют поведенческие данные животных, климатические и сейсмологические модели. Это не замена метеостанциям. Возможно, в будущем мы научимся слушать не только приборы, но и природу. Ведь пока мы строим технологии, она уже миллионы лет живет в гармонии с изменениями.